По вашему мнению, чаще справедливое суд решений выносит или все равно? Я очень сильно разочарован в нашей правоохранительной системе, правосудии и тому подобное. Сейчас какой-то беспредел творится. Просто беспредел. На очередные вещи просто выносят решения незаконные, просто незаконные. А их можно же обжаловать? 90% людей не способны это сделать. По любым соображениям. Незнания, опыта нету, денег нету, руки опускают и так далее. На это и расчет. Если кто добивается, то в конечном итоге на данный момент еще незаконное решение отменяется. Вроде как отменяется. Но надо пройти огонь и воду. Это надо чуть ли не до Верховного суда дойти. А есть моменты, как вы думаете, статистики в закрытии дел и нахождения виновных? Чтобы это просто побыстрее прекратить и быстренько? Да. Именно все эти действия со стороны сотрудников полиции, суда и тому подобное, чтобы кого-нибудь уже чик-чик формально признать виновным и закрыть дело. Чтобы резервы на сло. Кто ближе подходит под виновного, того и наказывают. А виновен, невиновен вообще значения не имеет. У нас уголовные дела, если попадают в суд, все. Человек, даже если ты придешь, 100 тысяч доказательств предоставишь, что ты невиновен, не имеет значения. В первой инстанции 100% признают виновным. После перерыва продолжается рассмотрение гражданского дела по иску акционерного общества ВСК Кханяк Татьяне Викторовне о возмещении ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия. Перерыв объявлялся по ходатайству представителя ответчика о вызове на судебное заседание экспертов, которые проводили экспертизу, давали заключение для разъяснения и дополнения заключения эксперта ответа на вопросы, которые возникли у лица, почему ходатайство эта экспертиза проводилась. После перерыва дело продолжает распатриваться в составе судей за вражину. Приведение протокола судебного заседания секретарем Суровец. Явка была доложена секретарем. Устанавливаются личности в полномочии, явившихся на судебное заседание лиц. Со стороны истца явка не обеспечена представителя. Со стороны ответчика, кто явился, пожалуйста. Представители подавильности, Мамая Владимирович, данные те же и сам ответчик. 14 февраля 2022 года произошло столкновение транспортных средств в Падесу Мурманской области, Город Мурманск, Героев Североморцев, дом 15, с участием РНО, владелец Консурак Ирина Валерьевна, водитель она же, а также транспортного средства Volkswagen, владелец Минкозерова Марина Ивановна, водитель Ханяк Татьяна Викторовна, виновником дорожно-транспортного происшествия была признана Татьяна Викторовна Ханяк по материалам дорожно-транспортного происшествия, составленным сотрудниками полиции. Транспортное средство РНО на момент дорожно-транспортного происшествия Было застраховано в САО ВСК по договору добровольного страхования в соответствии с правилами комбинированного страхования транспортных средств. Получило повреждение в результате этого события. ВСК признало события страховыми. 25 июля 2022 года произвело выплату страхового возмещения согласно условиям договора страхования в размере 214 198 рублей. Риск наступления гражданской ответственности по договору ОСАГО на момент ДТП у ответчика не было застрахован. В порядке статьи 965 Гражданского кодекса истец требует разместить ему убытки, которые были определены в размере 214 198 рублей 0 копеек, а также разместить ему расходы под государственные пошлини. По-настоящему делу по ходатайству стороны ответчика проводилась судебная экспертиза. Экспертиза проведена. Вину мы не признаем, потому что считаем, что вина установлена в отношении моего доверителя. Они обоснованы, они законны. Виновником является тот участник ДТП, который совершил бесконтактное так называемое ДТП, а именно создал аварийную ситуацию и уехал с места ДТП. Несмотря на то, что это все было зафиксировано, сотрудники ГИБДД не приняли никаких мер по установлению данного водителя, соответственно, привлечения его к ответственности. В том числе за создание аварийной ситуации, ну и, соответственно, покидание места ДТП, это является правонарушением. Насколько мне известно, за это лишают прав. Верховный суд на эту тему давно уже высказался, ну как время у нас идет, дал такое понятие, как бесконтактное ДТП. То есть это когда непосредственно автомобили не сталкиваются, не соприкасаются, но в результате создания вот этого вот какого-то правонарушения, ну в данном случае мы на видео видим, что выехал водитель на полосу встречного движения, то есть он создал аварийную ситуацию. Я считаю, что необходимо также привлечь к ответственности и участника, который выехал на встречную полосу, также возможно, не знаю, взять объяснение или вот узнать, потому что водитель Рено Логан, даже более того, это тоже не имеет, наверное, особых отношений к делу, но его показания в моменте, на месте дорожно-транспортного происшествия и в отделении ДПС были разными. Когда мы только столкнулись, он выбежал из машины, выбежал ко мне и сказал, что он резко начал сбрасывать скорость, ему навстречу выехала машина. А когда мы приехали в ДПС, давая показания сотруднику ДПС, он сказал, что он резко скорость не снижал, что он предотвращал аварию, которая перед ним могла произойти. То есть совершенно иным образом все уже произошло. Поэтому я считаю, что к ответственности в равном отношении должны быть привлечены все трое участников. Насчет трех виновников, это если вдруг не будет установлена конкретная вина конкретного участника ДТП, потому что Верховный суд, я ссылаюсь, давал разъяснение, когда конкретных виновников невозможно определить, то пропорционально среди всех участников разбрасывается ответственность, это вина, то есть в равных долях. На мой взгляд, я еще раз хочу подчеркнуть, я считаю, что все 100% это вины именно участника ДТП, который выехал на встречную полосу и скрылся с места ДТП. Именно он создал аварийную ситуацию. Возможно, какая-то доля ответственности есть именно Рену Логан, потому что он все-таки не применил экстренное торможение. И мы на видео видим, что автомобиль резко не тормозит. Он замедляет движение, то есть он допустил просто торможение двигателем, просто сбросил газ и катился, скажем так, немножко по наклонной сборочке. В тот момент, когда все на светофоре набирали скорость, причем в режиме гололеда у каждого автомобиля есть инерция, у каждого автомобиля есть свои технические характеристики, у кого автоматическая коробка передач, у кого есть АБС, у кого нет АБС, у кого там ручная коробка передач. То есть вот этот человек, на мой взгляд, увидев препятствия, нарушил также правила дорожного движения. Почему? Потому что он именно не применил экстренное торможение, когда нужно было применять. Понимаю, что ему комфортно. Зачем ему там колодки сжигать, ну там тормозить, может занесет, потом разгоняться. Он отпустил газ и потихонечку катится. Ему в задницу и заехали. Я считаю, что 100% либо вина человека, который выехал на полосу встречного движения, либо 50 на 50, кто выехал и того человека, который не применил экстренное торможение, тем самым не обозначив участникам дорожного движения сзади, о том, что впереди аварийная ситуация. Но если вдруг, если вдруг суд не установит ни там, ни там вину, ну в крайнем случае, среди всех, вот ты, участника, среди них всех распределить. Это вот максимум, скажем, я вижу выход здесь. Потому что экспертиза по факту не показала ничего. Даже экспертиза не может установить вину. Определить скорость движения автомобиля Рено перед дорожно-транспортным происшествием с технической точки зрения не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. Хотелось бы понять. Вот, ну, расширяется. Да, стране вы же, ну, все же сказали, ознакомились с заключением. Страница 12, раздел по исследованию скорости. Понятно, мы здесь не специалисты. Мы хотим вот вашим языком... Нет, я могу просто уточнить. То есть, ну, мы же заключение дали, то есть, если что-то непонятно, неясно, то есть, нужно что-то более подробно разъяснить. На странице 12 здесь указано, каким образом определяется скорость движения, что для этого нужно, и указано, почему невозможно ее определить в данном конкретном случае. Что я еще могу подробнее пояснить? Исходя из тех материалов дела, которые предоставлены методами автотехнической и видеотехнической экспертизы, скорость автоматизации определенного определить не представляется возможным. Ну, вот это я хочу от вас услышать. Так вот, я вам проговорил это. То есть, материалов, которые у вас имелись, вам недостаточно, правильно? Для того, чтобы определить скорость движения автомобиля. Ну, вот я вот это как я услышал. То есть, материалов недостаточно. Вы предпринимали какие-то меры для того, чтобы получить, может быть, дополнительные материалы, там, обращались к нам, приглашали на экспертизу? Нет, в этом не было необходимости. А, то есть, вы исходили из того, что мы дополнительные материалы вам предоставить не можем? Да, а вы не предоставили. А на основании чего вы исходили? На основании своего опыта работы. Опыта работы. Хорошо, тогда по второму вопросу. Так, взаимное положение автомобилей на всем пути их следования на предоставленные видеозаписи не просматривается, что не позволяет дать экспертную оценку численного значения расстояния между автомобилями Рено и Фольксваген в момент начала торможения автомобиля Фольксваген. Правильно я понимаю, что здесь уже второй вывод, который вы не можете сделать, потому что недостаточно данных. Все правильно. Все правильно. И объективно они не могут быть получены. Даже сейчас. Так, вот. Дальше, как бы, я перехожу к третьему пункту. Расчеты показали, что остановочный путь автомобиля Рено в сложившуюся ситуацию в условиях места происшествия составляет около 29,1-34,3 метра. Остановочный путь автомобиля Фольксваген составляет около 13 до 15,9 метров. Во-первых, очень большой разброс. Ну, очень большой разброс. Ну, допустим, получается, ну, там, 5 метров, там, ну, такие достаточно большие расстояния, с учетом того, что там вообще это происходило в рамках очень маленьких расстояний. Во-вторых, каким образом, и с учетом того, что вы по предыдущим выводам не установили это, а вот эти данные учитываются в формуле, по которой вы считали, каким образом вы пришли к этому выводу, что вот такие расстояния должны быть? Немного не помню. Какие данные учитываются, которые мы не установили? То есть, если мы что-то не установили, мы бы не могли тогда это рассчитать. Ну, давайте более детально рассматривать. То есть, вот вопрос номер 3. Вы считаете по формуле, правильно? Ну, мы же все видим. Формула указана, в которой величины... В которой есть такая буковка V, возможно, как по-другому называется. Называется скорость движения автомобиля. Вот вы изначально сказали, что скорость вывода установить невозможно, а потом просто берете какую-то скорость и ставите. Не какую-то, а указанную водителем в объяснении. То есть, водители давали письменное объяснение, они указывают ту скорость, с которой они двигаются. Хорошо. С неимением иного мы руководствуемся тем, что есть материалы в отделе. Я правильно понимаю, что ваше вот это вот заключение, вот эта формула, все-таки приблизительная, на основании только показаний, объяснений водителя, правильно? Нет, она не приблизительная, она как раз в соответствии с теми показаниями и объяснений. Хорошо, вы дословно помните, как написано в объяснениях, которые написал водитель? Так, а давайте зачитаем. Давайте. Следуется ли сделать 155, так, 156 это я сделаю. Водитель Рыну Лагунов, 14 февраля 2022 года в районе 11 часов 20 минут я двигался по улице Героев Семеромурса в сторону юга. Начав спуск с горы Семеровского озера, он увидел, как навстречу выезжает автомобиль черного цвета. Избежание дорожно-транспортного происшествия, он, не меняя свои полосы, стал плавно притормаживать. Скорость автомобиля не превышала 40 км в час. До конца не остановившись, сзади в мою машину въехал автомобиль Volkswagen. Автомобиль, который ехал мне навстречу, ушел в свою полосу. После ДТП мы с водителем Volkswagen составили план-схему, мы проехали в отделение ГИБДД для составления протокола. И объяснение на листе дела 157 «Хоняк» Татьяны Викторовны. 14 февраля в 11.20 управляет транспортным средством Volkswagen Golf по проскекту Героев Семеромурса в сторону юга. Остановка Семеновское озеро. Остановившись на красный сигнал светофора, впереди двигалась машина, набрав скорость, стала значительно снижать скорость. Как оказалось, ему навстречу выехала машина, я также стала резко тормозить, она допустила наезд на автомобиль. В данной ситуации виновным, считаю, автомобилиста, выехавшего на встречную полосу. Я двигалась со скоростью до 30 км в час. С соблюдением дистанции, но из-за резкого снижения скорости впереди двигавшегося авто, среагировать быстрее было невозможно. Также, повторюсь, мы начали движение на зеленый сигнал светофора, естественно, набирали допустимую скорость. Согласно правилам дорожного движения, наезд допустило на Рено-Логан, вызвали ДПС, приехавшие сотрудники составили схему, далее мы отправились в отдел ДПС. Имеется запись регистратора владельца авто Рено-Логан, на которого допустила наезд. На данной записи видно, что наезд мной совершен в момент остановки авто по причине встречного автомобиля. Тот скрылся. Ваши вопросы, эксперт. Вы услышали объяснение? Скажите, пожалуйста, где водитель Рено-Логан указал скорость своему движению. Мы сейчас разные объяснения слушаем. Да, видимо разные. Вам еще раз отчитать. Скорость всего автомобиля не превышала 40 км в час. Это не скорость? А вы владеете русским языком? Суд, снимай данный вопрос. Суд, снимай данный вопрос. Предлагается все-таки соблюдать регламент. Суд снимает данный вопрос о владении русским языком. Эксперта. Уважаемый суд, я вас прошу сделать замечание эксперту, чтобы он все-таки отвечал на вопрос, потому что с моей стороны звучит достаточно четко. Где в объяснениях сказана конкретная скорость? Не превышала 40 км в час? Это значит не превышала 40 км в час. Задайте, пожалуйста, вопрос эксперту. Мы сейчас услышали, что нет в объяснениях конкретно указания скорости, с которой ехали. Потому что человек указал примерно, что не превышала. Она могла быть и 10 км в час, и 30 км в час. Но он по внутреннему ощущению вот такую скорость сказал. Я в связи с его внутренними ощущениями использую эту скорость 40 км в час. Поэтому я вас и спрашиваю. У вас получается вот этот расчет основан на каких-то ощущениях водителя, на предположениях. Почему? Потому что даже в объяснениях не указана конкретная скорость. Если, допустим, водитель сказал, что я ехал скоростью 40 км в час. То, что зафиксировал по спидрометру. Потому что в этот момент, когда я начал тормозить, я посмотрел. Понимаете? Вот вопросов бы не было. Но здесь-то такого не было. Он предполагает, что не превышало 40 км в час. Ну, потому что с учетом обстоятельств, только начинали разгоняться. Плюс он сбросил скорость и так далее. Точно так же и дает объяснение моя доверительница. Говорит, до 30 км в час. Это опять непонятно конкретно какая скорость. Это опять все основано на предположениях. Люди, когда видят перед собой препятствия, не смотрят на спидометр. Они предпринимают какие-то меры. И какая там скорость была, это мы можем только догадываться. У меня в связи с этим возникает вопрос, почему вы по третьему пункту не дали такой же ответ, как по первому и второму. Что не представляется возможным. Потому что вот эти вот данные, они не технические. Они субъективные. То есть вы подтверждаете, что вы взяли во внимание и подставили формулу именно данные, которые не являются техническими, которые не являются точными. Используем те данные, которые указаны водителем. У меня вопрос немножечко другой. Я понимаю, что вы увидели циферку 40, отбросили все слова и указали эту циферку. Меня интересует, как вы это понимаете. Вы это понимаете, вы признаете, что на данный момент ваш расчет основан на предположениях, на субъективной оценке водителя. Я же об этом и сказал, что я использовал при расчете те показания, которые даны участникам. Но вы можете как-то сформулировать для суда, чтобы я потом в своих прениях ссылался на то, что вот этот довод, к нему нужно относиться критически, потому что он основан на предположениях. По сути, вот этот расчет остановочного пути в данном конкретном разделе заключения, он не влияет абсолютно ни на что. Это суд будет решать. Мне сейчас интересует только вопрос номер 3. Вот давайте вывод, по третьему выводу мы закончим, а потом перейдем к другому. Так мы закончили уже. Я же вам уже... Сформулируйте, пожалуйста, что я понимал. Я использовал ту скорость, которая... Те численные значения скорости, которые указаны в объяснениях водителя. При расчете остановочного пути. Предельный. Я сформулирую, давайте немножко по-другому вопросу. Скажите, пожалуйста, вот эта вот скорость, которая использовалась в расчетах, она является технически установленной. Нет, тут же есть вывод о том, что определить технически скорость экспертной пути, он не представляется возможным выводом номер 2. Если эта скорость не определена технически, каким образом вы, будучи предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложной экспертизы, даете заключение о конкретных цифрах? Опять повторяется, я указываю о том, что я использую те числа, которые указаны в объяснениях водителей. Мне больше к этому вопросу нечего пояснить. Хорошо, а если в объяснениях было написано 100 километров в час? Ну, у нас же не написано, зачем вы говорите? Нет, я просто пытаюсь понять. Это где вы будете просто сейчас? Это не вы будете решать, что относится к делу. Хорошо? У меня к вам простой вопрос. Если бы там было указано, не превышало 100 километров в час, вы бы указали 100 километров в час? Да, указал бы 100 километров в час. Уважаемый суд, я прошу обратить внимание. Я не знаю, как это, уважение, неуважение. Он все обращает внимание. Я, по-моему, предельно вежливо. Здесь не вопрос вежливости. Я положительно отвечаю вам, я вам не хамлю. Нет, я считаю, что это хамство. Мы сейчас привлекаемся, я понимаю. Остановитесь, уважаемые участники процесса. Вам предлагается выдерживать паузу между своими речами. Прозвучал вопрос. Короткая пауза, одна-две секунды, чтобы секретарю хотя бы можно было успевать протокол записывать за вами. После этого звучит... Хорошо, я еще раз повторю вопрос. Повторю вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом была определена скорость участников дорожно-транспортного происшествия? Переответьте на вопрос номер три. Нет, вопрос не надо задавать, я задал вопрос. Ответьте, пожалуйста. У эксперта имеется право задавать вопрос лично участвующих в деле. С учетом того, что вы определи это в выводе номер один, определить скорость движения автомобиля Рено перед дорожно-транспортным происшествием с технической точки зрения не представляется возможным. То есть вы с одной стороны говорите, что невозможно установить, и в то же время вы ее устанавливаете и применяете в расчетах. Поэтому я задаю этот вопрос. Так нет, я же уточняю просто при выводе, при удаче вывода на какой вопрос? На первый или на третий? На третий вопрос. Ну, сейчас с первым вопросом все понятно. Установить невозможно, установить невозможно. А на этот я уже указал, что я установил скорость в записи сними участников. Взял то предельное значение, о котором они говорили. То есть если водитель, там, Лагунов говорил, что не более 40, я взял скорость 40, водитель конякска указал, а не более 30, я взял 30. Хорошо. В противном случае, если скорости движения были ниже, соответственно, значения остановочного пути каждого также снижаются. А почему вы не взяли, допустим, у Рено 30 или там 25, хотя бы одинаковые? Он говорит о 40. Даже хотя бы одинаковые. Он не говорит о 40, но или что не превышало? Ну вот я отталкивался от тех конкретных численных значений, именно конкретных, которых они указали. Это же не сами объяснение писали. Поэтому я вас и спросил третий вопрос. Если бы там было указано не более 100 тысяч, не превышало 100 километров в час. Я понимаю, о чем вы говорите. Я взял то значение, которое было сконцентрировано. Как вы считали, я понял. Я хочу понять. Вы как эксперт, почему применяете эти данные в расчетах и выносите такие заключения, от которых зависит судьба, допустим, участников данного судебного заседания. Конкретно от этого года ничего не зависит. Это просто расчет остановочного пути в данных дорожных. Что значит ничего не зависит? Вы сделали, на мой взгляд, заведомо недостоверное заключение. Это будет мое отдельное заявление чуть-чуть позже. Я сейчас хочу понять, почему вы сделали такое заключение. Я ответил на ваш вопрос. Вы представляете, что вы применили в расчетах скорость, которая не установлена? Она указана участникам. Хорошо, давайте перейдем к следующему выводу. В данной дорожной ситуации предотвращение происшествия со стороны водителя Ханяков зависело не от наличия или отсутствия у нее технических возможностей, а целиком и полностью зависело от правильности выбора дистанции и своевременно принятия мер по снижению скорости после включения стоп-сигналов на автомобиле Рено. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к этому выводу? Где вы зафиксировали, в какой момент был включен стоп-сигнал и был ли он вообще включен? Я исходил из того, что водитель Лагунов в своем объяснении указал, что он применил торможение. У нас применение торможения, как правило, связано с включением стоп-сигнала, с изменением режима движения. Здесь в данном случае не нужно цепляться именно к слову включения стоп-сигнала, потому что водитель при движении за автомобилем-лидером, покутно, он должен ориентироваться на любое изменение скорости перед ведущим автомобилем. То есть у нас в пункте 9.10 не указано, как именно должен водитель выбирать дистанцию, каким образом. Там главное ключевое, чтобы была обеспечена безопасность дорожного движения. То есть в данном случае может быть неиспорайный стоп-сигнал, может быть, как вы говорите, торможение двигателем, может быть наезд на какое-то препятствие, которое существенно может изменить скорость движения, при этом стоп-сигналы не будут сзади включены. В любом случае водитель автомобиля, который двигается сзади, он должен ориентироваться именно на режим движения вот этого автомобиля. И поэтому сделан такой вывод, что в данном случае, когда два попутно движущихся автомобиля сталкиваются, и при этом автомобиль-лидер останавливается, изменяет режим своего движения просто путем воздействия на тормозную педаль или там, как вы уже указали, торможение двигателем, то есть естественным, спокойным способом, то есть ему ничто не препятствует, ничто не сокращает его тормозной путь, никакое лицо препятствия или столкновения, то в данном случае факт столкновения таких у транспортных средств столкновенно движущихся, он как раз говорит о том, что водитель автомобиля движущегося сзади либо неверно выдал дистанцию, либо не своевременно применил торможение. Скажите, пожалуйста, в своем заключении вы зафиксировали момент этого торможения? Именно момент. При просмотре видеозаписи видно визуально, что автомобиль, из которого ведется съемка в Рено, начинает замедляться, то есть визуально это видно. Но, да, зафиксируется, что он начал замедляться. И в какой момент? Давайте вы скажите, на какой странице посмотреть? Вот страница 11. В какой-то момент сложно точно определить, потому что мы не видим. Так, еще раз. Страница 11. Второй абзац. В какой-то момент автомобиль начинает двигаться с замедлением. То есть в какой-то момент? То есть вы считаете, это вы установили в какой-то момент? Ну что значит установили? Ну то есть, значит, к вам обращаются именно как эксперты, чтобы вы дали техническое заключение. Не юридическую оценку, кто виновен, кто невиновен, а техническую оценку. Вы говорите в какой-то момент. Я поэтому спрашиваю, в какой момент какой-то. Тут сложно оценить, в какую прям секунду на этой видеозаписи он начинает замедляться. Ну то есть невозможно установить, правильно? Ну прям конкретно вот до доли секунды, наверное, невозможно. Хорошо, нет от доли секунды. А так визуально при просмотре видеозаписи указано, что вот автомобиль начинает, ну то если мы включим видеозапись, начнем ее просматривать, мы видим, как автомобиль набирает, скорость ускоряется. То есть у него происходит движение в каком-то вот интенсивном наборе скорости. А далее автомобиль начинает замедляться. То есть видно, что произошло изменение скорости, он начинает медленнее двигаться, из чего можно сделать, то есть он начал замедляться. Для этого нужно в любом случае два каких-то интервала времени оценить, как здесь двигался. Ну так, поэтому мы к вам не обратились, чтобы вы это сделали. Вот это вот, как они называются, по кадрам. Вопрос установить, в какой момент начинает замедляться автомобиль. Я не видел такого вопроса. Не видел, да? Хорошо, давайте я сейчас другой вопрос задам. Возможно мы заявим дополнительную, значит, экспертизу на вот этот вопрос. Скажите, пожалуйста, на видео зафиксировано резкое торможение. Я не увидел резкое. Вы не увидели. Вы не исключаете, ну у вас как бы все основано на предположениях, вы не исключаете тот момент, что торможение производилось двигателем. Я понимаю, что вы говорите, я просто в данном случае я не могу определить, каким образом именно тормозил водитель автомобиля Рено. У нас нет объективных данных. У нас есть его показания о том, что он начал снижать скорость. Ну вот я как бы это пытаюсь уточнить, что у вас нет данных там. Поэтому я спрашиваю, раз вот так вот все у вас основано на предположениях. Нет таких предположений. Есть факт. Ну вот вы сказали, что если бы были данные, вот допустим, мы даем объяснение, что было торможение двигателя. Вы бы это могли использовать в своих заключениях? Я бы вам так сказал, что это бы никак не повлияло на данный вывод в данном случае. А мы о каких выводах говорим, которые еще мы не пришли? Ну, которые уже даны. Я не знаю, куда. Мы никуда не идем. Мы сейчас уточняющие вопросы задаем по заключению. Выводы уже сделаны. Давайте я зачитаю еще раз. В данной дорожной ситуации предотвращение происшествия со стороны водителя Ханяк зависело не от наличия или отсутствия у нее технической возможности, а целиком и полностью зависело от правильности выбора дистанции и своевременного принятия мер по снижению скорости после включения стоп-сигнала на автомобиле Рено. Понимаете? Ваш вывод завязан исключительно на стоп-сигнале. Нет, это вы просто зацепились за это слово. Я только что, когда вы первый раз задали этот вопрос, я прокомментировал это, уважаемый суд. Ну, уважаемый суд, я не знаю, у меня с логическим мышлением все в порядке. Я читаю буквально, что написано. Вопросы-ответы сейчас встали на вопросах экспертов. Я указал... На мой взгляд, в данном судебном заседании эксперт уклоняется отдачи ответов конкретных. На мой взгляд, он уклоняется. Задается простой вопрос. Как определили место включения? Нет, чтобы сказать, никак нету этой возможности установить. Но мы все время делаем вывод с момента установки. Так, может быть, вообще этих сигналов не было. У нас, смотрите, в пункте 9.10 нигде не сказано о том, что руководитель должен как-то регулировать свою дистанцию и как-то начинать снижать скорость. Владимир Владимирович, дайте ответить на вопрос. Я считаю, что... Вы брали на автомобиле какой-то стоп-сигнал. Я вам еще раз разъясняю, что пункт 9.10 обязан водителя выбирать дистанцию с учетом всех дорожных условий. Может быть, все, что угодно. Может быть, торможение двигателя, столкновение, препятствие, все, что угодно. Не обязательно стоп-сигналы у нас включаются всегда. Они могут быть неисправными дементарными, что зачастую у нас бывает. И все равно водитель должен выбирать дистанцию с учетом всех обстоятельств. А вы водитель? У вас есть автомобиль? Да, я водитель. Вот если вы будете ехать по автостраде, да, и вам лоз перевяжет дорогу, как вы думаете, сможете вы затормозить или нет? Не знаю. Ну так, чтобы лося не сбить. Суд, наверное, суд снимет данный вопрос, как не относящийся к обстоятельствам дела. Да, обстоятельство. Я просто хочу, уважаемый суд, я хочу уточнить, что в данном моменте эксперт делает оценку с юридической точки зрения, а не с технической точки зрения. Мы обратились в экспертную организацию именно как специалистам по техническим вопросам, чтобы именно на технических моментах установить виновность и тому подобное. Если это невозможно, то спасибо, не нуждаемся мы в ваших вот этих вот комментариях и тому подобного. Даже в том числе, как трактовать пункт 9.10, да? Если вам интересно, я могу вам в рамках несудебного заседания рассказать на эту тему судебную практику и так далее, разъяснение Верховного Суда. Это отдельная история. Мы вас пригласили сюда как специалиста, поэтому хотим получить именно вопросы и ответы с технической точки зрения. Сформулируйте вопросы. Сформулируйте вопросы. Я вам разъясняю с точки зрения методических рекомендаций. Скажите, пожалуйста, еще раз. Включение стоп-сигнала на автомобиле Рено было зафиксировано вами? Не было. Не было. Почему вы делаете вывод о том, что вина исключительно зависела от включения этих стоп-сигналов? Я делаю вывод о том, что водитель, что предотвращение происшествия зависело от правильности выбора дистанции и своевременного принятия мер по снижению скорости. После включения стоп-сигнала. То есть мы убираем уже стоп-сигналы из этого вывода. Убирайте. Не, вы-то. Мы хотим пояснить вам. Я исходил из того, что водитель Лагунов дал показания о том, что он применил торможение. Вы правильно подметили, что он не указал, какое торможение он применил. Но я исходил из того, что он применил торможение путем нажатия на педаль тормоза. Даже если этот стоп-сигнал... И поэтому я при формулировании вывода указал о том, что вот с момента включения стоп-сигнала. Но даже если посмотреть шире на эту ситуацию и сказать о том, что водитель применил сложенное торможение двигателем, то есть не воздействовал на педаль тормоза, но в любом случае режим движения его изменился, это абсолютно никак не влияет на эту ситуацию. То есть водитель, движущийся сзади в любом случае должен учитывать режим движения впереди идущего автомобиля. Если что там быть, этого соблюдать, выбирать дистанцию и выбирать режим движения. То есть в порядке разъяснения вашего заключения правильно следует понимать, что вот мер по... в четвертом выводе мер по снижению скорости после изменения режима движения. Да, можно и так, но я уже указал, что я... У вас будет возможность не спешить. Сейчас ваш представитель задает вопрос. То есть... Я отталкивался к тому, что водитель сказал, я применил, а применил это значит... Он не говорит о том, что я начал тормозить двигателем. Он сказал, я применил торможение. И вы садились с того, что он изменил режим движения. Конечно, нажал на педаль. Без привязки к цифрам, к скоростям. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы сделали вывод, подставляя скорости в эту формулу и вообще принимая выводы о том, что на момент торможения у автомобиля Рено Лого была скорость больше, чем у автомобиля Вольфсвагон. Мы же уже с вами это проговорили. То есть, исходя из объяснения. На момент... Нет, они могут ехать с разной скорости. Я согласен там. И до 40, и до 30, и как угодно. Но именно в сам момент, почему вы приняли... В момент торможения. Ну, тоже это какое-то неизвестное величина. Вот, вот, именно в момент, который вы формулу подставляете. Вот у нас есть, допустим, время X, в которой начинают все одновременно тормозить. И принимаем на эту точку отчета, что у одного автомобиля такая скорость, у другого такая. Вот у меня возникает вопрос. Как вы пришли к выводу, что у одного автомобиля была скорость больше, чем у другого? И именно у какого? И почему именно у этого? Почему она не равна? Почему не наоборот? А я пришел к такому выводу? Да. А где это написано? Ну, потому что вы берете, подставляете формулу, именно 40 км в час для... Я уже объяснил почему. А где я пришел к выводу? Я поэтому вас и спрашиваю. Вы как технический специалист, вы прекрасно понимаете, что человек, который видит препятствие, начинает тормозить, неважно, двигателем там, не двигателем, он имеет, скажем так, фору по торможению. Он впервые узнает о препятствии, и он быстрее предпринимает какие-то меры. Он быстрее скидывает скорость. Правильно? Потом человек, то есть у него уже на тот момент, если все ехали одновременно, да, уже разгонялись, как правило, как раз, когда на перекрестке начинают, ну, трогаться, да, автомобиль, чтобы уходил, ну, уходил, чтобы дистанция рвалась, впереди идущий автомобиль должен ехать с большей скоростью. Но это по логике, иначе, если они будут ехать с одинаковой скоростью, у них разрыва не будет. Да нет, надо было тут. Если они будут ехать, если первый будет ехать с большей скоростью, он будет все время удаляться. Если задний будет ехать с большей скоростью, он будет все время догонять и приближаться. А дистанция, это как раз движение... Так я вот про это и говорю, что почему вы пришли к выводу, о том, что... Я не приходил к такому выводу. Вот где этот вывод? Ну, вы формулу подставили, что у Volkswagen 30 км в час, а у Renault 40 км в час, на момент торможения. И поэтому остановочные пути у них разные. Я же вам еще раз говорю, что я взял скорость, численное максимальное значение, указанное каждому водителям, и рассчитал просто остановочный путь. Просто остановочный путь. Ни на что, просто в данных дорожных условиях остановочный путь. При такой скорости у этого автомобиля такой, у этого автомобиля... Какое это имеет отношение к сути нашего дела? Я же, в самом начале сказал, что никакого, а вы хотели скорость. Так а зачем тогда делать заключение по нашему делу? Вопрос такой стоит. Определить остановочный путь? Я определил. Не стоял вопрос. Определить остановочный путь при такой-то скорости. И не стоял такой вопрос. Вы сами взяли с потолка эту цифру и поставили. С потолка из объяснения. Мы опять вернулись. Уважаемый суд, я считаю, что данная экспертиза проведена некачественно. Татьяна, я вам предлагаю обратиться потом в иск на данную экспертную организацию, взыскать с них деньги за некачественные услуги. Я просто хочу обратить внимание. То, что я сейчас вижу, это, на мой взгляд, какое-то выступление, но не по тени. Ваши возражения, они заносятся в протокол, автоматически. В аудиопротокол заносятся. На мой взгляд, то, что я говорю, это очевидные вещи. То есть, когда разрыв между автомобилями увеличивается, что происходит с момента движения после светофора, всегда впереди идущий автомобиль едет с большей скоростью. Владимир Владимирович, по вашему ходатайству был вызван на судебное заседание эксперт. Вот сейчас он допрашивается. Хорошо. Перехожу к следующему пункту. Я просто хотел бы получить ответ, а я понимаю, что либо человек пытается уйти от ответственности уголовной за дачу заведомо ложного заключения, либо, я не знаю, пытается вести нас в заблуждение, либо отработать деньги, которые получил. За некачественную, на мой взгляд, услугу. Мы не обращаемся к учителю, который нам расскажет, как нужно формулу подставлять и как считать. Нас интересуют конкретные ситуации. Ситуация исследована, выводы данные. Владимир Владимирович, вот этот вопрос, суд сейчас сформулирован в той формулировке, в которой вы поставили в своей годатности про остановочный путь. Уважаемый суд, вы просили вопрос, такой он и поставлен. Ну, может быть, вопрос там как-то не так поставлен, хотя вопросы нормально поставлены, и ответы сейчас не даются именно на поставленный даже вопрос. Потому что первый вопрос, который там звучит, это про скорость. Скорость не установлена. А все остальное не имеет значения. Понимаете, вы изначально уже ответив на первый вопрос, в принципе, по всем остальным должны были дать определенный ответ, то же самое. Нам не надо теория, нам не нужна теория о том, что при скорости 40 км в час остановочный путь будет такой-то. Нам не надо эта теория, нам нужна конкретика. Почему у этого автомобиля такая дистанция торможения, а у другого такая дистанция торможения. Конкретно к делу должно быть относиться. А не то, что при 30 такая скорость, при 40 такая скорость. Нам не нужно это. Пятый вывод. В данных дорожных условиях водитель Хоняк при движении за автомобилем Рено следовало выбирать такую дистанцию до движущейся спереди транспортного средства, которое позволило бы избежать столкновения в случае его торможения. Она должна была руководствоваться требованием пункта 9.10 ПДД. Вопрос. Вы установили, какое было расстояние между двумя автомобилями? Нет. Нет. Но выводы вы делаете. Конечно. За суда. За суд. Правильно? Нет, я за себя делаю. У нас техническая экспертиза. Ну так я поэтому спрашиваю, каким образом вы установили либо не установили. Что именно как должен был действовать водитель? Для этого нужен расчет какое-то или расстояние какое-то? Уже на суд. Я не знаю, можно я как бы поясню? Я считаю, что техническая экспертиза проводится именно не предположение, оценка, а именно конкретные факты. Должны быть установлены конкретные факты. Это как математика, это точная наука. Выводы за суд делать за доводы из сторон не надо. Такое ощущение, что вы заняли какую-то сторону и даете свое заключение, основанное исключительно на предположениях, на своем видении, толковании каких-то норм права, в частности правил дорожного движения. Я же вам говорю, что пункт 9.10 не всегда судами признается нарушением, даже если кто-то кого-то догнал. Должны следующие обстоятельства, по какой причине и так далее. Вот это хочу обратить внимание, то есть я не могу понять, мы сейчас рассматриваем не техническую экспертизу, а мы пытаемся спорить, я не знаю, с экспертом, как с представителем ИСЦА в судебном заседании. Ну не такая у нас цель была. Я считаю, что данной экспертизе доверять нельзя и должна проведена повторная экспертиза. И в связи с этим у меня ходатайство назначить повторную экспертизу в другом суде. Вам предлагается не спешите, суд вас остановит, воспользует своему праву и поведение процесса. Вам предлагается сейчас закончить стадию допроса экспертов, а после этого выслушать все ваши ходатайства. Так, пункт 6. в рассматриваемой ситуации факт столкновения автомобилей Рено и Фольксваген свидетельствуют о том, что действия водителя Хоняк с технической точки зрения не соответствовали требованиям пункта 9.10 ПДД и эти несоответствия ее действий находятся в прямой связи с столкновением автомобиля. Причинная связь. Ну возможно причинная связь, да. На чем это основано? Вот максимум что вы сюда добавили не имеющий никакого отношения с технической точки зрения. Так с технической точки зрения мы сейчас выясняем, что ничего у вас нету. С технической точки зрения нету. Но вывод у вас основан, что виновник такой-то, что он что-то нарушил. Вот расшифруйте этот пункт. Я не понимаю его. Вот мы сейчас дошли до 6-го пункта и ни в одном пункте вы технический момент не указали. Как не указали? А факт столкновения у автомобилей попутно движущихся? А то, что автомобиль Рено останавливался путем естественного торможения, то есть ни об какое-то препятствие, ни об автомобиль, ни об столб, ни об что. То есть он двигался, за ним двигался другой автомобиль. Он плавно останавливается, сзади в него въезжает другой автомобиль. Кто виноват? То есть я вас правильно понимаю? Если сам факт только наличия столкновения, что кто-то сзади кого-то догнал, уже является априори признанием вины того, кто догнал. Правильно? Мы говорим о соответствии. Нет, вы сказали, что нарушение пункта 9-10 под это. Что касается терминологии, эксперт хотел сказать никто виноват, а кто причина. Вы все-таки о вине не высказываетесь? о вине не высказываетесь. Нет, вы сказали, кто виноват. Я образно, то есть уже простым языком. Мы представители тоже имел в виду все-таки причину. Мы говорим лишь о том, чьи действия соответствуют древние права дружно-женения или несоответствуют. Виновность это устанавливает суд, это юридический термин, как вы правильно заметили. Мы говорим немного о другом. Так вот, в данном случае я еще раз вам повесню, что два автомобиля движущихся друг за другом в одинаковых дорожных условиях. Хорошо, можно такой вот вопрос? Вы как эксперт думаю должны ответить. Вот предположим, впереди идущий автомобиль совершает ДТП. Ну, вырезается вот прям вот хлоп-хлоп и ему сзади хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Десять машин собралось. Кто виноват? Это уже другое дело, надо разбираться. Это важно. Конечно важно. Так я об этом и говорю. Так я про это и спрашиваю. Если он сам останавливаться начал, его не столб остановил, не другая машина, там не сломался, он там все, встал, как я понимаю. А он остановился сам. Необходимость объявления перерыва сейчас и продолжения допроса. Вы сейчас поясните, пожалуйста, с учетом того, что прозвучало о том, что вы были ведущим экспертом. Вы ввели, проводили эту экспертизу? Мы вместе проводили, мы в прошлом. Вместе с кем? Подписка. Вместе с коллегой. Он тоже расписался. Как понимать термин ведущий эксперт? Или вот как это звучало? Дело в том, что экспертиза проводится коллегиально, то есть с нами вдвоем обсуждается, после чего одним из экспертов уже составляется само заключение. после чего я прочитываю и делаю подпись свою. Присаживайтесь, пожалуйста. Суд сейчас объявляет перерыв. Присаживайтесь, пожалуйста. А вот эти система аудиопротоколирования проверены. После перерыва судебное заседание продолжается в зале номер 12 с той же стадии. Пожалуйста, Роберт Емельевич. Так, мы на шестом выводе закончили. Так, седьмой вывод. В соответствии, так, рассматриваем ситуацию с технической точки зрения действия водителя автомобиля Рено не находятся в причина связи с столкновением автомобиля Рено и Вольксваген. Так, действия водителя автомобиля Рено не находятся в причинной связи со столкновением автомобилей Рено и Вольксваген. И ваш вопрос? Ну, у меня вопрос, как такой вывод произошел? На какой странице посмотреть? На чем основан такой вывод? Или он производный вывод от какого-то другого вывода? Например, от вывода номер 3. В том числе есть конкретный отдельный вывод, почему вы на седьмой вопрос отвечаете, что причинной связи со столкновением автомобилей Рено и Вольксваген нету. Указано на 13-й странице, что... На 13-й, да? Хорошо, я сейчас расскажу. Какой абзац? Самый последний, то есть мы исходим из того, что для водителя Рено возникло опасность для движения в виде выехавшего на сторону встречного движения автомобиля водитель Рено соответственно с требованием пункта 10-1 о засадке имел торможение, поэтому столкновение с указанным автомобилем он предотвратил, оно не произошло, то есть, соответственно, в его действиях несоответствие требований право-дорожного движения не усматривается действия водителя движущегося сзади он сделал то что ему положено в соответствии с правилами его действия не устанавливается в его действии в соответствии поэтому я вот в предыдущем зале задал вопрос я сейчас его на еще раз повторю скажите пожалуйста если все-таки было бы столкновение с автомобилем чуть-чуть дотронулись давайте я сформулирую вопрос чтобы он он скажем так был в нашем таком понимании что он участник дтп царапинка чуть-чуть задели понимаете вот если бы это произошло кто бы был виновником ну я вы любите говорить относительно не нашего дела поэтому я вас задаю такой теоретический вопрос выезжает ему на сторону встречного движения я не помню какая-то марка но какая-то на любой происходит между ними столкновение и потом еще в автомобиле но вот приезжает автомобиль фольксваген вот тогда у нас уже получается автомобиль рено останавливается не сам путем нажатия на педаль плавненько останавливается его нормальный остановочный путь он был сокращен столкновением с автомобилем и вместо там положенных 12 метров до 20 он остановился через пять резко и тем самым он решил водителя заднего автомобиля возможности также плавно при правильной дистанции остановиться и тогда у заднего автомобиля не соответствует уже дистанции не будет а в данном случае у нас нету этого нас три но он начал плавно останавливаться он предотвратил столкновение с различным автомобилем но тем не менее сзади то его автомобиль догнал так в чем не соответствует грену что он сделал не так в том что на я считаю нет это требует юридической оценки непонятно почему почему эту оценку делаете вы так вывод номер восемь действие водителя выехавшего на встречную полосу автомобиля с технической точки зрения не находится в причинной связи с столкновением автомобилей volkswagen и рено вот правильно вас понимаю то есть вот этот автомобиль который в принципе создал аварийную ситуацию вы считаете что он абсолютно никакой причины не влияет он не является участником дтп это ваше какое-то техническое заключение или это ваше так сказать умственное заключение целый раздел на вопрос номер восемь на четырнадцатой странице на четырнадцатой хорошо давайте посмотрим там приведен анализ этой ситуации в данном случае я же говорю что если было столкновение между этими арсоверами можно сейчас зачитаю значит технической технической вынесли если раздел намереваетесь читать так он тут небольшой перед тем как начать допрос суд же выяснил что все стороны ознакомлены с ними в заключении эксперта мы можем забыть нам надо уточнить я на самом деле немножечко не понимаем что вам предложить прочитать если вы намереваетесь это сделать пожалуйста техническая точка зрения тире рассмотрение определенного события относящих дорожным транспланду происшествия на основании лишь физических закономерностей определяющих его возникновение и развитие не связи с субъективным отношением к нему участников происшествия и самого эксперта а вот это вы расшифровываетесь что такое понятие техническая точка зрения так вот получается что вот все что вы сейчас говорили это не техническая точка зрения particulier все это как раз противоречет этому определению на то тут эксперты приводят что такое техническое точка зрения где мы во всех выводах пишем с технической точки зрения А на прямые вопросы вы как раз противоречите этой технической точке зрения, где на основании лишь физических закономерностей это делается, определяющих его возникновение и развитие, вне связи с субъективным отношением к нему участников происшествия. Нельзя брать объяснение о скорости и тому подобное. Это субъективное отношение людей к участникам. Не перебивайте, я просто вам объясняю. Или несоответствие действий водителям, к нему участников происшествия и самого эксперта. Вы неоднократно здесь пытаетесь свою оценку дать. Уважаемый суд, я просто обращаю внимание, что эксперт выходит за пределы технической точки зрения. Вы до конца читаете абзац? Читаю до конца. Эксперты автотехники рассматривают факт соответствия или несоответствия действий водителя и ПДД, не касаясь при этом субъективных вопросов, связанных с водителем. Как, например, умысел, физиологическое состояние... О, это что такое? Алкогольное опьянение, наркотическое опьянение... Утомление и так далее, рост, вес, зрение и так далее. А дается техническая оценка тем показаниям, которые водитель дает? То есть, в части скорости мы можем дать техническую оценку? Нет. Ну зачем вы вводите в заблуждение? Зачем вы вводите в заблуждение? Ну если вы, окей... Давайте я вам еще раз зачитаю. Вне связи с субъективным отношением к нему участников происшествия и самого эксперта. Это техническая точка зрения, это характеристики вообще этого термина. Владимир Владимирович, допрос эксперта. Сформулируйте вопрос, на который эксперту нужно ответить. Уважаемый суд, у меня возникает сомнение в компетентности данных экспертов. Я это исхожу из самого заключения, из того, как построены выводы, и они сами себе противоречат. Я вообще не понимаю, что это, за что были заплачены деньги. Я считаю, что эта экспертиза проведена некачественно. Это у вас восьмой пункт. Получается, что закончили. У меня больше нет вопросов к этим экспертам. Я считаю, что экспертиза... Мы другого эксперта еще не начали допрашивать. А еще другой будет эксперт. Но я думаю, там вместе разделали, они же вместе подпись ставили об ответственности за уголовную ответственность. Так, Роберт Юрьевич, присаживайтесь, пожалуйста. Для удел протокола, пожалуйста, представьтесь фамилиями отчества и сообщите кратко сведения о квалификации и специальности Вашей. Алло, я Дмитрий Александрович. Работаю в Бурнский центр экспертизы, эксперт. Квалификация высшее образование по специальности автомобиль и автомобильное хозяйство, инженер. Имеются соответствующие дипломы о переподготовке по экспертным специальностям, автотехнической экспертизы. Все документы, подтверждающие квалификацию, имеются в заключении. Вам будут разъяснены сейчас Ваши права и обязанности. Вы были вызваны для допроса по ходатайству стороны ответчика в целях разъяснения и дополнения заключения. По поводу участия в проведении экспертизы двух экспертов. Можете пояснить, с учетом того, что судом назначалась экспертиза, как было сформулировано, в проведении эксперту, экспертной организации, если правильно, да, поручить проведение эксперту, экспертной организации, вот общество с ограниченной ответственностью, в Урманский центр экспертизы. В связи с чем принимало участие два эксперта? Дело в том, что не было указано, что экспертиза поручена конкретному конкретному эксперту. Поэтому, как правило, у нас для, так скажем, контроля делается экспертами двумя, да, то есть осуществляется, так скажем, коллегиальное обсуждение и формирование выводов. После чего одним из экспертов составляется само техническое заключение. То есть экспертами, которые проводили экспертизу, являетесь Вы и эксперт Роберт Юрьевич, который был... Да, я виноват. Так, это технические моменты с проведением экспертизы были. Заданные вопросы. Пожалуйста, по существу. Поскольку Вы вместе подписывали расписку об ответственности за свое заключение... Да, извините, суд Вас остановит по поводу уголовной ответственности. Суд также Вас предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о том, что у Вас, о чем у Вас должна быть отобрана подписка, будете добрые ее запомнить, пока эксперт заполняет. Ваш вопрос, пожалуйста. Значит, у меня вопрос все-таки, на чем основаны выводы с технической точки зрения, а это то есть вне связи с субъективным отношением к нему участников происшествия и самого эксперта. На чем основано заключение о том, что был такой-то остановочный путь? Когда мы видим, что определяя остановочный путь, мы должны брать во внимание конкретную скорость. даже не какие-то рамки от нуля, допустим, до сорока, а конкретную скорость. И она должна быть установлена не субъективной оценкой участников ДТП, а все-таки какими-то техническими средствами. Это может быть видеорегистратор, это может быть разные технические средства, это может быть видеозапись. Можно определить по кадрам, там 25 кадр, с моментом автомобиль придвигается с этого. То есть это технический вопрос. Вот у меня возникает вопрос, почему у вас вывод номер 3 все-таки сделан, хотя предпосылок к этому нету, нету объективных, то есть нет субъективных моментов, которые не связаны были бы с личной оценкой участников ДТП. Я хочу понять, почему вы сделали, на мой взгляд, заведомо недостоверное заключение, потому что вы, ваше заключение, привязали к конкретной ситуации, хотя из предыдущего допроса эксперта четко ясно, что все-таки это ваши предположения, основанные на вот этой субъективной оценке. То есть это даже не делался вывод, почему взято скоростью одного больше, другого меньше, не оценивалось вообще ситуации. Хочу понять, почему вы в пункте номер 3 выводов не указали, что также нет технических возможностей, как вы везде написали. Вопрос понятен, в принципе. Коллега у меня все высказался по этому поводу, в принципе, меня добавить нечего. Я могу одно сказать, что, значит, как вы часто упоминаете, технические точки зрения, все-таки мы руководствуемся, в первую очередь, основными документами, это правило дорожного движения, как технические документы, его используем все-таки. И, значит, методические руководства, действующие на момент производства экспертизы. Это, значит, свод методических рекомендаций, нормативно-технические документы. Вот, они перечислены в списке, используют литературу. Вот, где для эксперта важно, значит, произвести оценку, анализ, так скажем, механизма ДТП, которая, в принципе, была проведена, вот, что из этого следует, механизм ДТП, как автомобили двигались на этапе до, значит, столкновения, в момент столкновения и после. Вот, в принципе, вот из этих значительных моментов у нас было все установлено. Вот, здесь имеет, так скажем, важно определить вообще тип столкновения. При этом, необходимые, опять же, моменты, да, обстоятельства нами были установлены. А именно, это движение двух автомобилей в одной полосе попутно. Это основное. Второй момент, значит, у нас был осуществлен выезд автомобиля, движущегося во встречном направлении, на сторону встречного движения. При этом, как коллега, значит, указывал, что опасность, в данном случае, была создана для автомобиля, значит, Volkswagen, Renault, да, Renault, впереди движущегося. При этом, значит, увидев на своей стороне движение автомобиль, значит, водитель начал снижать скорость. Да, то есть, мы пока не знаем, мы не знаем, каким образом он начал снижать. Я говорю, из тех исходных данных, которые возможно установить. Начал снижать скорость. При этом, попутно движущийся, взятие автомобиль, значит, совершил столкновение с этим транспортным средством. Для этого нам необходимо установить, какими пунктами правил должен был у кого-то водитель автомобиля, который совершил столкновение. Если в разрезе правил дорожного движения, говори, то, значит, есть два пункта правил. Вот поскольку механизм ДТП мы установили, да, мы исходим из этого. Поскольку автомобиль, значит, двигался попутно, значит, то, значит, у водителя его должен был действовать в соответствии с пунктом 9-10. Дословно, да, водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которое позволило бы избежать столкновения. Вот это основной такой постулат правил, да, то есть, вне зависимости от условий, водитель заднего транспортного средства должен соблюдать такую дистанцию, которая бы позволила ему остановиться в любой ситуации. Поскольку мы предполагаем, что даже обычное движение в городских условиях, ну, неважно, да, движение по дороге, может быть сопряжено с различными условиями. Впереди движущийся автомобиль может притормаживать, останавливаться, экстренно тормозить. Вот поэтому для сзади движущегося автомобиля, естественно, такие условия будут непонятны. По какой причине он может тормозить, может быть, несправность автомобиля, водителю стало плохо или еще какая-то ситуация. Поэтому в соответствии с уезжотом этим, да, значит, есть пункт правил, который как раз говорит о том, что водителю необходимо дистанцию такую держать. Далее и пункт 10.1, который, в принципе, взаимосвязан с указанным пунктом, да, ну, вот, допустим, как у нас говорил истец о том, что, ну, в зависимости от условий видимости, да, то есть автомобиль мог каким-то образом для него плохо быть виден или под углом двигаться. Вот, для этого случая, для водителя есть пункт 10.1, который указывает, что водитель должен ввести транспортное средство со скоростью, во-первых, не превышающая, естественно, самовременного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенность состояния транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. То есть, с технической точки зрения водитель должен, значит, ну, и даже если возьмем какой-нибудь поворот, как говорится, слепой, да, вот, и если, допустим, водитель, даже разрешенная скорость 60 км в час, 90, но при этом, значит, водитель понимает, да, что, значит, он не сможет остановить свое транспортное средство, двигаясь со скоростью 90 км в час, он должен ее снижать в соответствии с пунктом 10.1. То есть, водитель должен постоянно иметь возможность контроля на движение за своим транспортным средством. Все-таки он двигается попутно за автомобилем, поэтому, ну, то есть, при любых дорожных ситуациях, как я выше указал, какая-то неисправность, еще что-то, да, автомобиль впереди движущегося, может остановиться. Но при этом нужно понимать, что, значит, остановка должна быть произведена с учетом штатного торможения, да, либо, вот, как говорите, торможения двигателем, накатом, без разницы, с использованием рабочей тормозной системы. При этом пункт 10.1 не требует от водителя применять именно экстренное торможение. В пункте 10.1 так и указано, значит, при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной смотки. То есть, другими словами, в указанном пункте не указано, каким образом водитель должен, да, тормозить. То есть, основная позиция какая? Снижать скорость вплоть до полной остановки. Вот, почему необходимо, так скажем, соблюдать дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Поскольку, значит, как я указал выше, водитель впереди движущегося автомобиля может по любым причинам принять меры к остановке своего автомобиля, да, вот, у нас в соответствии с методическими руководствами, значит, имеются справочные данные по, значит, времени реакции автомобиля. Так вот, значит, водитель, для водителя, который движется в попутном направлении, для выбора дистанции за впереди движущегося автомобилем, вот, имеется, значит, скорость реакции 0,3 секунды. И с учетом этого, значит, водитель должен, естественно, зная свои технические характеристики своего транспортного средства, он обязан понимать, как его автомобиль останавливается, как не допустить его заноса. Это все, значит, находится, значит, так скажем, в обязанностях водителей, поскольку это объект повышенной опасности, и водитель должен знать как и правила дорожного движения, так и технические, значит, моменты по своему автомобилю, да, то есть, каким образом он останавливается, сколько необходимо времени для остановки, какой путь необходим. Поэтому, исходя из этого, он должен держать соответствующую дистанцию, то есть, при этом не допускать ее снижения. Вот, в нашем случае, значит, что было необходимо? Необходимо, как я говорил выше, это условие, впереди движущийся автомобиль, значит, снижает скорость, неважно, я говорю, как, абсолютно. Сзади движущийся автомобиль совершает с ним столкновение. Поэтому, в этом случае, если у нас не имеется никаких технических неисправностей, как нам известно, да, вы, в принципе, истец обозначил все действия свои, значит, мы... Ответчик. Ответчик, да, прошу прощения. Да, значит, обозначил свои действия. То есть, мы должны понимать, что в этом случае водитель автомобиля должен был руководствоваться этими пунктами права. И если он совершает столкновение с этим транспортным средством, то, соответственно, он, значит, не соблюдает дистанцию, либо он ее значительно сокращает, да, что в моменте, в каком-то, когда автомобиль, впереди движущийся, начинает уже, допустим, экстренно затормаживаться, или, может быть, достаточно эффективно, да, то получается столкновение у нас. Вот, если бы водитель постоянно контролировал дистанцию, то, как мы знаем, что, значит, в теории, да, потому что у нас все-таки табличные знания значения замедлений реакции водительских, вот, имеются все в справочниках, соответствующих, которые мы используем, то, значит, остановочный путь автомобилей, да, ну, легковых, которые оборудованы, там, допустим, системами АБС, да, вот, он, в принципе, плюс-минус одинаковый. Поэтому водитель должен соблюдать определенную дистанцию. При этом, если он видит, что автомобиль впереди движущийся снижает скорость, это можно определить не только по загоревшимся стоп-сигналам. Мы прекрасно понимаем, что водитель может двигаться просто на передаче, отпустить педаль газа, тогда его автомобиль начнет замедляться, естественным образом, и вот, согласно методических руководств, у водителя, который сзади двигается, у него есть 0,3 секунды для того, чтобы, так скажем, контролировать, да, видит он, что уменьшается, начинает уменьшаться скорость автомобиля, дистанция сокращается, и водитель должен уже принимать меры, вот, по снижению скорости. Вот, поэтому из, так скажем, вот такой типовой ситуации на основании методических руководств с экспертами сделан такой вывод. Поэтому, так скажем, ну, если вот говорить о вопросе номер три, он, я соглашусь в том, что он, опять же, никаким образом здесь на ситуацию не влияет, поскольку какой бы скорость мы не установили, мы знаем обстоятельства, да, попутное движение, потом впереди движущийся начал тормозить, задний согнулся. Поэтому этот вопрос, он такой факультативный, в принципе, ну, если он имеет место быть, то на него дан ответ. Но при этом в исследовании же указано у нас, что, значит, эксперт указал, какими способами возможно установить скорость автомобиля, и указал, что невозможно это сделать. И при этом он указывает, да, что вот если все-таки мы берем во внимание ту скорость, которая указана, раз уж вопрос только поставим, это не говорит о том, что мы указываем, что мы решили определить эту скорость. Эксперт ставит условие, да, что при скорости указанной в объяснении, да, там 30-40, вот такой-то остановочный путь будет. Но, по сути дела, он на основные-то выводы, связанные с определением пунктов правил и причинно-следственной связи здесь никак не зависит. Поэтому вот это вот, так скажем, выезд встречного транспортного средства на полосу встречного движения и его остановка, вот, мы же видим, что из видеозаписи, что автомобиль, на который установлен регистратор, он останавливается. Останавливается задолго до этого автомобиля. То есть вполне себе штатно, да, то есть я не вижу никаких там экстренных торможений, каких-то заносов, да, у этого автомобиля. Поэтому здесь я полагаю, ну, вот с технической точки зрения, как мы любим сейчас все-то седание говорить, я не вижу здесь никакой связи, допустим, с тем, если мы сейчас будем устанавливать скорость. К тому же эту скорость никак не установить. Как правильно сказали мы? Это, значит, либо фиксация тормозных следов, которые не зафиксированы, это либо съемка, значит, на камеру, допустим, с какого-то объекта, стационарной камеры. Тогда вы могли определить, но опять же, что мы делать будем с этими значениями, для чего, если у нас порядок определения действий водителя в такой ситуации конкретной, да, он, значит, описан в методических руководствах и экспертам четко сформулирован. Поэтому мне вот добавить и нечего. Я посмотрю, когда закончится вот это вот. Пожалуйста, пожалуйста, отвечайте, продолжайте ответ. Все, спасибо. Правильно я вас понимаю, что все-таки вы готовы в судебном заседании уточнить определенные выводы? А именно, что вот вывод номер три дан при условии применения вот этих скоростей, которые не установлены? Уважаемый суд, это даже не уточнение, это в самом исследовательской части указано. Эксперт же не как-то там скрытно указывает, сразу берет скорость и определяет. Он поэтапно указывает, что так мы скорость не можем определить, так у нас скорость не появится. Поэтому я вас и спрашиваю, вы готовы более четко сформулировать, что вывод три сделан на основании предположения, что скорость водителя Рено Логан 40 км в час, а скорость Фальсфаген 30 км в час. То есть на основании вот этого допустимого предположения. То есть, по сути, привязать к ситуации мы не можем. Правильно я понимаю, чтобы это было зафиксировано в судебном заседании. Потому что у вас звучит вывод однозначно, виновен наказать и тому подобное. Ну вы что, мы никаких... Я к этому сейчас вернусь, я к этому вернусь. Меня интересует вот этот момент. Правильно я понимаю, что мы можем сейчас, вы как специалист, уточнить этот момент? Я могу уточнить о том, что экспертам в исследовании указано все-таки, что способами, расчетными, именно расчетными, установить скорость не представляется возможным. Поэтому мы можем рассчитать, допустим, вот такие вот расстояния с использованием показаний водителей. Поэтому суд всегда может оценить, дать оценку необходимости использования этих данных, либо неиспользования. Поскольку иные какие-то сведения о скоростях движения транспортных средств в текущей ситуации установить невозможно. Вы повторяйтесь. Можно я, не знаю, некорректно, конечно, перебивать, но вы постоянно повторяете одно и то же. Поэтому я и говорю, что у вас есть раздел, называется «Выводы». Мы не будем смотреть всю вашу исследовательскую часть. Нам нужно сформулировать итог. Мы не технические специалисты. Мы не понимаем эти формулы. Нас интересует только вывод. Вот это я могу все не читать. Мне вот достаточно вот этот один листик. Ваши выводы. Так вот я и хочу понять все-таки пункт 3. Давайте вот оттуда его возьмем из сердцевины и выводы запишем. То есть сделаем поправочку о том, что вот это вот вывод номер 3 основан на предположении, если принять во внимание, что скорость автомобиля, условия номер 1, Рено, 40 км в час, Рено, там, Фольксваген, 30 км в час. Значит, я бы большой сказал по этому поводу. Но только мне надо достаточно вот этого. Уточните и все. Если мы будем брать различную методическую литературу, да, если мы уж делаем вывод на основании условий каких-то, это называется условный вывод. То есть мы ставим условие, что скорость взята, допустим, с объяснением. Поэтому это вывод условный. То есть по скоростям именно. По скоростям. Ну, по скоростям. А скорость это скорость и остановочный путь, и это производная. Мы понимаем, что остановочный путь напрямую зависит от скорости. Значит, и условный вывод сделан и по пункту номер 3. Правильно я понимаю? То, что вы сказали. Хорошо, давайте сформулируем так, что вывод номер 3 является условным. Условие поставлено в самом расчете, когда мы указываем, что скорость... Ну, это вами условие было поставлено, правильно? Вы же сами взяли, вот вы вырешили так взять. Скорость определена по условию. То есть вы готовы уточнить вывод номер 3, что он является условным? Так и есть. Все, слава богу. С этим мы разобрались. Теперь мне все-таки скажите, вы очень много говорили, вас никто не перебивал. Все-таки это получается, что не техническая точка зрения, а ваша субъективная точка зрения. Ну, вы очень много рассказывали на правила дорожного движения, ссылались и тому подобное. То есть вы, получается, сделали вывод вне... Ну, то есть вот как вот, что-то не техническая точка зрения. Это первый момент. То есть, ну, и как бы и дополняя вопрос. Я делаю вывод, потому что у вас в перечне технической литературы, так называемой, нету правил дорожного движения. Вы совсем другой нормативной документацией руководствовались. Вы не назвали ни один пункт того, той нормы, на которую вы ссылаетесь. Вот вы все пункт 10, по-моему, 1, вы называли 9.9 правил дорожного движения. И здесь вообще нету. Так вы же не этим руководствовались, когда вы носили заключение. Нет, почему? Это первичное... Подождите, мы сейчас изучаем ваше экспертное заключение. Вас могут здесь и не быть. Владимир Владимирович, мы сейчас не стадии исследования заключения. Ну, я пытаюсь понять, как такие выводы сделать. Я вам отвечаю, что первоочередно, как я говорил, это правила дорожного движения, обязательно. И второе, это методические руководства. Почему их здесь нету? Я сейчас не могу пояснить, почему нету. А должны быть... Хорошо, давайте так по-другому спрошу. А должны быть в перечне при исследовании использовалась следующая специальная справочно-нормативная литература. И идет перечисление. На мой взгляд, правила дорожного движения это не справочно-нормативная литература. Нет. Это подзаконный акт. Остановление правительства. Поэтому их и нет в этом перечне. Потому что это все-таки документ, которому оценку дает судья, применяет этот документ. А вы должны применять вот эту литературу. Вы должны социально-нормативная литературу. Да, да, все правильно. Вы же сами ставили в ходатайство, назначили экспертизу вопрос о соответствии действия водителя правил дорожного движения. Ваш вопрос в общий суд. Не я, не вы, не эксперты. Я могу сформулировать самый глупый вопрос. Любой мой вопрос. Я готов ответить на ваш вопрос. Значит, смотрите, в соответствии с этими методическими руководствами, вот второй пункт, да, третий, четвертый, пятый, вот, это все те методические руководства, в основе которых лежит анализ, технический анализ правил дорожного движения. Поэтому эксперт как раз и, значит, определяет соответствие, либо несоответствие действий. То есть, тут еще важно, да, как указано во всех этих руководствах, не нарушение слова, а именно соответствие и несоответствие. И как должен действовать водитель в той или иной ситуации, да, вот, как я говорил. Для этого и мы, именно вот что важно, определить механизм, значит, это движение у нас до столкновения. То есть, мы, в принципе, все важные моменты-то установили, важные, которые необходимы для... Какие важные? Какие важные? Ну, вот, я вам говорю, да? Для меня, вот, допустим, абсолютно не имеет значения, какая скорость была у автомобиля. Поскольку, вот в этом конкретном случае, вот в этом конкретном случае, да, вот, поскольку, значит, мы знаем из, значит, механизма ДТП, что автомобили двигались попутно. При этом они еще начинают движение с светофора. Поэтому тут обязанность у водителя всегда, это, так скажем, в разрезе в ПДД, значит, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В общем, соответственно, для того, чтобы избежать столкновения с впереди движущимся автомобилем. Впереди движущийся автомобиль просто начал снижать скорость. Тут, как бы, в самом исследовании, мне кажется, я больше не скажу, там все указано. И с технической точки зрения, ну, допустим, остановочный путь, ну, вот, если брать методическое руководство в нашем случае, здесь не имеет смысл, так скажем, его устанавливать. Два автомобиля движутся попутно. Поэтому остановочный путь одного из автомобилей, он ничего не решает. Два автомобиля вместе двигаются, да? То есть, грубо говоря, если один автомобиль начинает тормозить, то передний автомобиль начинает от него удаляться. Для чего нам здесь остановочный путь? Поэтому здесь, так скажем, иной метод исследования дорожной ситуации. Два попутно движущихся автомобиля. Это конкретно установлено в наших руководствах действующих. Поэтому мы, соответственно, за пределы-то не выходим. Вот есть такое понятие, да, соответствовали ли действия или не соответствовали. А вопрос о нарушениях уже мы не решаем абсолютно. Нет, ну, у вас заключение именно так. Предыдущий, да, мы можем с технической точки зрения, эти фразы с технической точки зрения, которые неформально там существуют. В этом суд всегда определяет уже конечную причину-следственную все связи, да? С учетом всех материалов, всех показаний и прочее. Это уже прерокатива суда. В данном случае мы вынуждены заниматься тем, чтобы порочить ваше экспертное заключение. Понимаете? Мы находили за рамки, значит, порядка исследования, которое продиктовано нам руководством. Поэтому я не могу здесь ничего сказать. Если вы не согласны с этим, ну, у нас есть... Вопрос, если не согласен, это, по-моему, очевиден. Мне непонятно, как вы делаете выводы. Почему вы делаете выводы, не имея технической точки зрения? Не имея объективных? Вот, понимаете, я понимаю, что... Не имею, давайте, я, смотрите, вот, если суд выносит решение, он ссылается на конкретную статью, конкретные нормы права, да? Либо юристам какое-то заключение готовит. В вашем заключении, как бы, перечень литературы указан, а в тексте хоть на какую-то норму вы сослались, хоть на что-то, кроме как на ПДД, которого здесь не указано, вы даете юридическую оценку данного события. Есть на это дело судебная практика, разднее верховного суда, вы не тем занимаетесь, а может быть в юристы нужно идти, а не в эксперты. Я подумаю на вашу предложение. Спасибо. Но я считаю, что... Какой вопрос? Вопрос в том, что все-таки я хочу понять, на каком основании вы применяете трактовку правил дорожного движения в рамках судебной экспертизы, технической экспертизы. Вы применяете нормативно-правовой документ, вы не проявляете технический документ, вы не коэффициентами оперируете. Единственное, что я вас услышал, про реакцию, там, 0,3 секунды. Да, это прекрасно, но как это завязано к этой ситуации, если мы не знаем даже на каком расстоянии, с какой скоростью, когда это все было. У меня возникает вопрос, почему вы нас не пригласили на вашу экспертизу, где бы мы могли дать объяснение, пояснение, может быть какой-то дополнительный материал предоставить. Ответьте вот на этот вопрос. Я бы с удовольствием до вас пригласил, но закон запрещает мне собирать дополнительную какую-то информацию. Это наше право, а ваша обязанность нас пригласить? Нет, это не моя обязанность. Почти. Вы имеете право заявить, присутствовать при, допустим, осмотрах, при замерах, при производстве экспертизы, то есть формировании выводов, никто не должен присутствовать. Я ждал приглашения. Я не знаю, когда у вас проводится экспертиза. На всей экспертизу я жду приглашения. Даже если просто формально поприсутствую, я должен быть уверен, что на этого эксперта не оказывается давление и так далее, и так далее. Может быть, что-то возникнут, какие-то вопросы ко мне, либо еще что-то. Я так понимаю, что в соответствии с ГБК все-таки указана норма, что при проведении экспертизы могут быть присутствовать, могут быть, нет никакой обязанности. При этом эксперту запрещается, в соответствии с теми же документами нормативными, общение со сторонами, добывать какую-то дополнительную сумму. Не надо общаться. Вы просто скажите, почему вы нас не пригласили? Потому что посчитали ненужным, правильно? Как правило, приглашается в случае, допустим, осмотра транспортного средства, выезда на место в ДП, дизайнеров каких-либо, если это необходимо. А вот когда производится экспертиза в самом учреждении, соответственно, анализ документов каких-то, и потом формирование выводов, здесь обязанности по вызову сторон нет. Но это предпринимательство. Давайте я задавшись, уточните свой вопрос. Вот эксперт работает за письменным столом с потерянными делами. Составляет заключение эксперта? Вы на каком этапе намеревались присутствовать? Уважаемый суд, не знаю, вы наверняка не помните, мы вот в этом же судебном заседании были, когда я говорил о том, что нужно провести вот этот, не знаю, там, эксперимент, или как он называется, на месте нужно определить, понимаете, нужно определить машины, что, где, чего. Я пешком туда прошел, я заснял, где кто, какое расстояние, я все это зафиксировал. Мне нужно было вас, чтобы вы посмотрели, какие расстояния, сколько метров, вообще, сколько они проехали, понимаете, чтобы вы понимали саму суть, где какой уклон. Не в кабинете сидеть и трактовать 9.10 ПДД, а все-таки вживую выйти. У меня этот вопрос, вы были на месте? Ну, значит, смотрите, выезд на место ДП осуществляется экспертом, в случае не было. Вопрос, был или не были? Нет. Не были. А я вот, уважаемый суд, обращаю внимание, я могу поднять, у меня велась видеофиксация, или аудиофиксация, уже не помню. Я об этом говорил, именно обращал внимание, о том, что мне нужно... Понимаете, весь сыр в том, что человек говорит, что... Может быть, эксперт ответит на этот вопрос? Хорошо. Пожалуйста. По поводу выезда. Значит, во-первых, какая необходимость выезда у нас ДТП произошло в 22-м году, в феврале месяца, экспертиза проводилась год спустя, дорожные условия изменены. Какие, извините меня, замеры делать? Если бы в этом была необходимость какая-то, ну, вот, с точки зрения анализа ДТП, получения каких-то данных, мы бы выехали, естественно. Но в данном случае здесь не требовалось этого. К тому же, вот, допустим, мы все время говорим о скорости движения автомобилей. При этом мы из видеозаписи четко видим, что автомобили начинают двигаться со светофора, то есть начинают движение со скорости от нуля, то есть в режиме разгона и потом торможения. Мы не сможем определить скорость движения в моменте. Она в каждой секунде меняется, дифференцирована. То есть водитель сначала пытается разогнать, потом автомобиль, потом снижает. То есть у нас на этом как раз этапе движения с момента загорания зеленого сигнал светофора до момента столкновения режим движения автомобилей изменяется. То есть мы не сможем, так скажем, определить конкретную скорость. То есть и для чего она нужна, да? Это и важно. Это дифференцированная скорость. Перед столкновением она была одна, значит, ну, то есть за секунду, за две секунды, потому что автомобиль все время двигался в режиме то разгона сначала, потом торможение. Поэтому здесь скорость она не имеет никакого значения. Именно в разрезе той ситуации. Давайте вам поясню, все-таки у меня техническое образование. Я понимаю вот эту формулу, что здесь написано. И все-таки обращаю внимание, что когда идет речь о равномерномерном движении, да, вот едут два автомобиля без ускорения, там, замедление, без ускорения. Вот они едут, да. Вот это формула справедлива, вопросов нет. Но когда два автомобиля ускоряются, так вот это вот, когда он, ну, скажем так, начал тормозить, его ускорение превратилось в торможение, то есть ускорение со знаком минус. Понимаете? А вот эти 0,3 секунды, по которым вы говорите, это не вот эта формула. Потому что когда они едут, одно, одна ситуация, это вот, да, прямолинейное движение, все, вопросов нет. И, то есть, в момент, даже если взять в идеале, что у них одинаковое ускорение, что не есть правильно, потому что ускорение у автомобиля, который уезжает от сзади идущего, у него больше. Ну, по определению, он должен уехать. А тот, кто заедет, он догоняет, да, то есть у него оно станет больше только уже после того, как произошло торможение. И, соответственно, резкое торможение, плюс вот эта реакция, которая, ну, в квадрате получается, ну, расстояние увеличивается. И вот он, получается, наезжает. Это не прямолинейное движение. Это движение на перекрестке, когда все равномерно начинаются двигаться, причем впереди стоящие начинают уезжать. Нет, я, знаете, хочу, что узнать, вот, допустим, с вашей точки зрения, что нужно было нам участие. И для чего, с какой, так скажем, в какой связи это будет находиться. Смотрите, я понимаю, я понимаю, так. Я понимаю, давайте я вам, не знаю, поясню, в любом случае я в суде это буду пояснять. Я, по-моему, в самом начале дал понять о том, что мы назначаем экспертизу, чтобы либо установить какие-то обстоятельства, если это возможности, либо так, так и заключение должно быть, что установить невозможно. И тогда судья уже предпринимает так, как прописано в законодательстве, как есть разъяснение суда. Конкретно установил, виновников невозможно установить. Ну, так бывает, бывает. Это тот случай. И эта экспертиза должна была показать не конкретного виновника, предположительно. Мы, конечно, надеялись, что вы покажете, но с учетом того, что мы почитали, вы должны были ваши выводы за финале так, что нет, 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 нет технических возможностей установить. Все. И мы бы сейчас в суде рассматривали, что, уважаемый суд, экспертиза ничего не показала. И дальше мы бы сейчас уже тренировались в своем словесном знании закона и тому подобное. Я вас понимаю, но все-таки, я как говорил, я же исхожу из действующих методических вопросов. И то, что они не позволяют отвечать на вопрос. Какими пунктами? Вы понимаете? То есть, уже конкретно вопрос касается самих правил дорожного движения. Тогда не нужно к вам обращаться за трактовкой правил дорожного движения. Мы к вам обращаемся по техническому вопросу. Понимаете? Мы вас сюда не приглашаем оценивать правила дорожного движения. Вот ваш вопрос. Соответствовали ли действиям отвеччика в заданной дорожной обстановке требования правил дорожного движения? Суд поставил ваш вопрос. Ну, поставил. Значит, признаюсь, глупый вопрос. Глупый вопрос. Потому что эксперт должен был ответить. Мы не отвечаем на такие вопросы. Это во выкладе за нашу компетенцию. Вот так должен был сделать грамотный эксперт. На мой глупый вопрос сделать соответствующий ответ. Почему же я пишу сформулировал? Ну, тогда я не знаю. Ваш вопрос не голубый. Я так сказал бы. Хороший вопрос. Стандартный. Для антотехнических писательств. Но он может быть стандартный при условии, что есть ответы на предыдущие вопросы. Понимаете? Вы не считаете, что это, как эксперт говорит, стандартный вопрос, который формулируется в подобных ситуациях? Согласен. Но при условии, при условии, что... Есть ответ на вышестоящий вопрос. Вы понимаете, что эти вопросы задаются последовательно. Если мы залубились на верхнем вопросе, все остальные автоматически отлетают. Но это как вы знаете, когда устанавливают виновность человека. Какие еще будут эксперты? Кстати говоря, поручить экспертом данной организации тоже вы просили. Ну, я пользуюсь интернетом. Кто больше в рекламу вложился, тот так и попался. Но теперь я буду знать, что вашу контору не на бой. Ваши вопросы эксперты, пожалуйста. Сейчас вопрос эксперты. Так. Ну, понимаете, все сводится к тому, что... Давайте по пункту номер 4. Значит, по третьему мы пришли к выводу, что это условный вывод, условный вывод. Мы его зафиксировали на видео, на аудио, как угодно. По поводу четвертого вывода. Вы можете точно так же сказать, что он все-таки условный с учетом выше сделанных выводов. 1, 2 и 3. Нет, это вывод сделан в соответствии с правилами дорожного движения. Здесь у нас никакие исходные данные, со слов водителя. С технической точки зрения. Тогда скажите, пожалуйста, какими техническими моментами этот вывод подтверждается? Утверждается. Ну, и вот вы просто знаете, это исходит из того, что вы все-таки утверждаете, что правила дорожного движения это чисто правовой документ, который должен реализовывать суд. Вот из этого весь вопрос. Но при этом, значит, методы автотехнической экспертизы говорят одлукратно. Все-таки правила дорожного движения это первичный документ, на основании которого эксперт делает выводы. Все. У вас большой опыт в экспертом. Суд снимет данный вопрос, поскольку это эксперт в самом начале установочных данных назвал. Уважаемый суд, я все-таки... И в заключении эксперта тоже квалификация эксперта и опыт его работы тоже приведены. Уважаемый суд, я все-таки хочу сделать замечание. Почему? Потому что я считаю, что мы все здесь грамотные. И также эксперт. Мы прекрасно понимаем, кто о чем говорит. Мы прекрасно понимаем, что те выводы, которые сейчас звучат со стороны эксперта, это его личная, субъективная точка зрения на те или иные нормы права. В частности, правила дорожного движения. Даже сотрудникам ГИБДД они не имеют права делать выводы о виновности и невиновности. Только суд устанавливает виновность того, либо иного человека в ДТП, правонарушения и тому подобное. Только суд, даже не сотрудники полиции. Почему эксперт позволяет в выводах делать такие заключения, причем, ссылаясь на техническую точку зрения, когда мы читаем определение, что такое техническая точка зрения, и мы видим, что нету этой технической точки зрения. Так у меня поэтому и вопрос такой, почему данный эксперт, который, как вы говорите, имеет опыт, знания, практику, как он вообще оказывает такие услуги на рынке, экспертизы? Суд снимает данный вопрос. Это даже не вопрос, это просто... Уважаемый суд, а я считаю, что это неуважение. Уважаемый суд, а я считаю, что это неуважение, когда я задаю четкие, сформулированные вопросы, и мне в ответ начинает то же самое повторять. Судья, сформулируйте вопрос. Допрашивается эксперт по вашему же ходатайству. Какими техническими условиями, конкретными? Не просто, чтобы вот какими-то документами вы руководствовались, а называйте название документа и норму, какую мы сейчас зачитаем, откроем интернет и зачитаем эту норму, которую вы руководствовались. Вот когда вы называете пункт правил дорожного движения, вот точно так же назовите тот перечень, литературу, которую вы указываете, и укажите, какой конкретный пункт. Я это зафиксирую, и дома я буду изучать. Там нету пунктов, там все... Так потом, а если нету? Книга «Методический руководство», она состоит из глав, подглав... Главу назовите? Я сейчас не могу сказать... А когда вы можете? Давайте сделаем перерыв, вы подготовитесь. У нас это все в открытом доступе, вы можете ознакомиться. Да я даже не знаю, на что это заниматься. Я обязан перечитывать методический руководство. Это не в моей компетенции заниматься обучением. Не надо обучением. Вас вызвали, чтобы прояснить определенные вопросы. Если вам нужно время подготовиться, я думаю, что вы можете заявить такое сходотайство. Эксперт допрашивается в целях разъяснения и дополнения заключения. Непонятно. Хорошо, делаем вам вопрос. Законируйте вопросы ваши. Вот единственное, что... Вот, Владимир Владимирович, что секретарю записывать? Какой вопрос? Единственное, что я получил, наконец-то, это то, что у нас вывод номер три условный. Вот получили. Какой следующий ваш будет вопрос эксперту? Уважаемый суд, я считаю, что оценку данной экспертизы вы сделаете все-таки, потому что мной очень много сказано. Значит, это вот объяснение. Суд остановит вас в рамках своего права поведения процесса. Сформулируйте вопрос. Вопросов относительно выводов по экспертизе у меня уже не осталось. Может быть, закончен допрос эксперта? Может быть, да. Суд определяет закончить допрос экспертов. Более вас не задерживает. Ни суд, ни участники процесса. До свидания. До свидания. До свидания. Вот ваши ходатайства теперь в речах звучало по проведению повторной, либо дополнительной экспертизы. Уважаемый суд, я все-таки считаю, что тут дополнительная экспертиза как бы просится, но она просится при условии, когда у меня хоть чему-то есть доверять. Понимаете? Вот допустим, с учетом того, что пункту 1 и 2 я доверяю, потому что это объективно установить невозможно. Пункт номер 3 вывода, вы тут кое-как пришли к выводу, что он условный, сути дела не имеет. Условный. Вот так вот они решили поупражняться. Но в любом случае, я считаю, что должна быть квалифицированная, на мой взгляд, организация, которая не допускает таких заключений, а это заключение, от которого зависит судьба стороны, допустим, в гражданском деле. Не дай бог такое заключение будут делать, я не знаю, по каким-то уголовным делам. Это что такое? Уважаемый суд, я поэтому и хочу, чтобы все-таки, с учетом того, что мы заплатили большие деньги, мой доверитель все-таки имеет несовершеннолетнего ребенка, трудное финансовое положение, очень долго мы искали эти деньги. Сколько? 49 тысяч заплатили? 49 тысяч заплатили, это сумасшедшие деньги, за что? Но я ходатайствую о назначении экспертизы, аналогичной в другом учреждении с теми же самыми вопросами, с теми же самыми материалами в другой экспертной организации за счет федерального бюджета. Исходя из того, что мы уже потратили, исходя из того, что вот такая ситуация у нас финансовая не очень хорошая, провести экспертизу все-таки при необходимости, чтобы дали нам возможность участвовать и предоставить какие-то материалы, пояснения и тому подобное. Хотя, на мой взгляд, я вам прямо говорю, что я исходил из того, что экспертиза будет именно вот такой, какой, что вот невозможно установить. Невозможно. Но тогда это нужно и записать. И тогда бы я с чистой душой, с чистой совестью ссылался именно на разъяснение ЕКОНного суда, что если вот, уважаемый суд, там невозможно установить то-то, 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 то-то. Берем вот этот самый крайний случай, когда берем трех участников и по 33% там в одной трети на каждого распределяем ответственность. В том числе и на того, который уехал. Это уже, скажем так, сотрудники полиции пускай ищут, выясняют, где этот человек и все остальное устанавливают. Но водитель Логана должен 33, одну треть, допустим, другой одну треть и другой одну треть. Вот для чего нужна была экспертиза. Уважаемый суд, прошу все-таки провести экспертизу за счет федерального бюджета в другой организации, на ваше усмотрение. Ну, по крайней мере, не в это это точно. Я думаю, что в следующий раз, почитав материалы дела, я думаю, следующее экспертное учреждение не допустит таких, на мой взгляд, явных промахов в этой экспертизе. Вообще, вот просто указали перечень литературы. Никакой нормы, ссылки, ни на что нет. Ну, расчет, который не относится к делу. Я не знаю, я не знаю, но я понимаю это. В женстве, мне кажется, любой это понимает. Тут в этой экспертизе больше листов только вступительного и приложения. Какие они хорошие? А правовое обоснование у вас проведения экспертизы за счет средств федерального бюджета какое? Вы не поверите. Вот у меня было недавно судебное заседание. Я там тоже представителем участвовал по делу о затоплении. В суде масловой было достаточно, что адвокат сказал, что в моей доверительности она многодетная и все. И судья без каких-либо документов просто экспертизу назначила за счет государства, за счет федерального бюджета. А у меня даже, по-моему, если вы, не знаете, смотрите, не смотрите мои видео, даже я опубликал данный видеоролик. Я считаю, что нашего довода о том, что мы уже потратились, большая сумма, вы видите ли, как мы долго эти деньги собирали, по счету оплатили. Все-таки большая просьба провести экспертизу за счет федерального бюджета. Вы видите, мы не уклонялись от этой экспертизы. Мы понимаем, что по какой-то степени эта экспертиза может быть не в нашу пользу, либо там ничего не показать. Мы нашли эти деньги, с трудом нашли мы эти деньги. В прошлом судебном заседании я говорил, что не мог участвовать мой доверитель, потому что по уходу за ребенком сидит. Ну, то есть доверитель находится в отпуске по уходу за ребенком. Понятно, что не работает. Ну, какое там, может, какое-то пособие платят. Пожалуйста, у меня два несовершеннолетних ребенка. Одному 14, а другому 3. Суд объявил перерыв по этому делу. 22 ноября. Это послезавтра среда. Время вам предлагается... 16 часов 0 минут. Ага. Нам что нужно к этому времени? Явиться на судебное заседание у вас в ней справа. Суд объявляет перерыв, учитывая объем доказательств по этому делу. Хорошо, спасибо. Можно попросить еще фотографии в моем офисе? Не надо, не надо. Значит, объявлен перерыв. До 22 ноября, 16 часов 0 минут. Судебное заседание не закрывается. Спасибо. Есть моменты, которые имеют значение, есть моменты, которые не значение, значение не имеют. Есть моменты, которые вы думаете, что в вашу пользу, а они... Это ваша оценка. Я вообще не... Я просто рассказывала, как это... Ну, я понял, да. Ну, не надо. Не надо. Не в чью пользу. Не в том, что в чью пользу, а как это может быть экстрактовано. Понимаете? Да, так, да. И любую ситуацию можно двояко экстрактовать. Поэтому нужно очень аккуратно с высказыванием... Не нужно будет присутствовать в среду, я смогу... Нет, не нужно. Не нужно? Нет. Ну, вы видели такой... Рецепт устроили эти эксперты. Не надо вам, а там, на всякий случай, вдруг вам это пригодится. Почему-то. Понятно. Когда вы начали тормозить, именно в этот момент у вас скорость была больше, чем у него. Да, да. Вот. А поэтому, поэтому и произошло столкновение. Потому что, когда вы увидели необходимость тормозить, и это осуществили, ваша скорость была больше. Они говорят по-другому. Они говорят, что нет, он ехал со скоростью 40, а вы ехали со скоростью 30, но почему-то вы его догнали. Как так может быть? Это физически невозможно. Я не могу так объяснить, я тоже не понимаю, как так может быть. Я тоже не понимаю, как так может быть. Если у них была скорость больше, а у вас меньше, они должны уезжать. Ну и вы так не доехали. Телефон.